В Первоуральске скоро появится 2000 дубов. Город присоединился к областной акции Дубфест. Сегодня несколько сотен молодых деревьев появились на улице Индустриальная. Подробности в сюжете Елены Пряхиной. Несколько движений лопаты и новый дом для молодого дуба готов. Никакой спешки. На каждый саженец уходит около пяти минут. Тут главное не скорость, а технология. Во-первых, расправляем корневую систему, чтобы она у нас не загибалась как можно глубже в ямку. Далее сильно не заглубляем, но чтобы все корешки у нас были в земле. В Первоуральск двухлетние дубки привезли из питомника в Артемовске. 2000 саженцев нашему городу при поддержке президентских грантов подарил фонд «Лесное наследие». Сейчас у нас проходит фестиваль Дубфест. Мы организуем посадки Свердловской области в разных городах. У нас на Урале мало распространены дубы, и мы как раз занимаемся тем, чтобы возродить на Урале дубовую рощу. А дубы приживутся хорошо, потому что саженцы специально районированы. Черешчатый дуб растет в городах с умеренным климатом. По словам специалистов, для жизни ему нужны как тепло, так и достаточная влага. И несмотря на то, что эти саженцы адаптированы под переменчивую уральскую погоду, пока они не окрепли, за ними нужен особый уход. Во-первых, их нужно будет поливать, зависимо от условий погоды, если уж и погода будет. Ну и смотрите, здесь у нас, сейчас мы видим у нас задернение какое-то почвы, это травой. То есть нужно возле круга ополоть траву. Если сырость будет, она может запреть, принимать систему запреть. К акции Дубфест присоединились все городские структуры. Первыми молодые деревья вдоль улицы Индустриальная высаживают коммунальщики, чиновники и волонтеры. Управление образования высаживает дубы на территории школ, детских садов, как в городе, так и в сельских территориях. Далее водоканал участвует в этой теме, садят в районе насосной фильтровальной станции. За час вдоль дороги от хлебокомбината до автостанции волонтеры высадили почти 800 дубков. Закончить посадку остальные их планируют до конца недели. Елена Пряхина, Денис Хромцов, Новости, Первоуральск.